Сегодня, 29 марта, ровно в 16.00 на главной площади столицы состоится запуск обратного отсчета до старта юбилейной 20-й Спартакеады по национальным видам спорта, игры и манчары. В связи с этим мы представляем нашего гостя Иннокентия Юрьевича Григорьева, директора Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчара, народного депутата. Доброе утро. Доброе утро, Иннокентий Юрьевич. Пожалуйста, перед началом вытяните билетик свой счастливый. Участвуйте в прямом телемарафоне 1 апреля, весна на НВК. Выигрывайте призы. Иннокентий Юрьевич, не будем подводить сложные математические подсчеты. Осталось 100 дней, когда начнутся все-таки игры. 20-й юбилейной игры Манчары состоятся 6 по 10 июля 2017 года в селе Верхний Вилюиск. Сегодня осталось ровно 100 дней. Команд участников уже определено количество? Да, у нас, конечно, уже определено количество участников. Мы ведем уже подготовку команд, отбираем участников. Ну, это уже как наши малые олимпийские игры, похожие на настоящие олимпийские игры. Это, как говорят, Якутская Олимпиада. На сегодня, значит, я могу сказать, что соревнования пройдут по 11 видам спорта. Ожидается примерно 1708 участников спортсменов только. По 11 видам спорта будут соревноваться... В 9 из 11 видов спорта будут соревноваться спортсмены, которые получат именные или квалификационные путевки по итогам отборочных соревнований. На сегодня уже проведено 10 отборочных соревнований. Более 750 спортсменов уже получили путевки на участие в играх. Вообще, из всего будет разыграно более 1500 путевок по 9 видам спорта. По конным скачкам и по национальным наговорам спортсмены могут участвовать без квалификационных соревнований. На сегодня уже мы провели отборочные соревнования с участием 1943 спортсмена. В общем-то, идет очень такая масштабная подготовка. Ожидается, что это будут одни из грандиозных игр. Но это само по себе понятно, что это юбилейные игры. В следующем году вообще состоится 50-летие игр. Игры начинались в 1967 году. Начинались они в столице нашей республики. И в этом году мы проведем 20-е юбилейные игры. А в следующий год будет уже как 50 лет, как эти игры уже стартовали. Но они создали свою систему. То, что сегодня достигнутого уровня развития национальных видов спорта не только в нашей республике. Скажем, в России сегодня уже на международном масштабе наши национальные виды спорта выходят. Наверное, вот эта система сработала свою роль. Она примечательна тем, что спартакиада проводится не только, скажем, для взрослых спортсменов. Это спартакиада поколений называется. Потому что принимают участие юноши, ветераны спорта, взрослые спортсмены. Поэтому первые игры вообще проводились по четырем возрастам. Было два возраста ветеранов спорта. Поэтому тут образуется сама система подготовки спортсменов. Сегодня это вносит развитие, социально-экономическое развитие УЛУСа, где проводится эта спартакиада. Поэтому очень большая конкуренция проводит настоящую битву, скажем, за то, чтобы принять следующие очередные игры. Вот на очередные 21-е игры уже готовится конкурс в мае, который будет проведен. И уже, я знаю, где-то уже более шести УЛУСов в нашей республике готовы предоставить свои заявки. Напоминаем, что сегодня в 16 часов начнется большая программа. Сто дней остается отчет до Игоря Мончары. Приходите все на главную площадь. Вас ждет море. Иннокентий Юрьевич, спасибо.